МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День матери в детском саду Чебурашка. Проект Росатома Прорыв. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленске обсудили вопросы развития системы гражданского и патриотического воспитания молодежи. На дискуссионных площадках члены общественных организаций и объединений регионов Центрального федерального округа руководители и педагоги образовательных учреждений, молодежь и студенты поделились опытом проведения мероприятий патриотической направленности. 23 ноября участники конференции побывали в Вязьме, где и познакомились с работой Центра долг, который организует поисковую работу на Смоленщине, а также посетили музей неизвестного солдата. Ученики 4-й школы встретились с подполковником в отставке Анатолием Пригаркиным. О том, как прошла встреча, в нашем следующем сюжете. 22 ноября ученики 11-го класса встретились с Анатолием Пригаркиным. Встреча прошла в рамках реализации в Десногорске проекта «Слава Созидателям». Анатолий Иванович 27 лет отдал работе в правоохранительных органах и 15 лет проработал на предприятии «Атомтранс» в службе безопасности. Сейчас Анатолий Иванович находится на заслуженном отдыхе. На встрече со школьниками он рассказал о своей работе в правоохранительных органах, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на службе. До 1990 года я прослужил. До срочи мне было присвоено звание подполковника милиции за успехи в работе службы. В 1999 году я ушел в отставку. Анатолий Пригаркин пожелал ребятам высоких баллов по выпускным экзаменам и успехов в дальнейшей жизни. А встреча у меня сложилась довольно-таки хорошее впечатление. Я узнал что-то новое для себя. Было очень приятно послушать человека, который уже с опытом, послушать его историю. Можно сказать смело, что для общего познания это очень пригодится. Мне очень понравилось. Было очень интересно и познавательно узнать что-то новое о истории нашего города, о истории какого-то отдельного человека, который жил и строил наш город. Ученики 4-й школы готовят видеоролик с участием Анатолия Ивановича для конкурса «Слава Созидателям». Встречи с такими людьми, как Анатолий Пригаркин, помогут ребятам правильно выбрать будущую профессию. Смоленская инспекция труда уведомляет работодателей о проведении плановых проверок в декабре. К приему гостей стоит подготовиться у нас в городе Десногорскому комитету по образованию. С 2010 года в Смоленской области проводятся опросы населения с целью оценить распространение коррупции в нашем регионе. И, как правило, специалисты доводят эту информацию до смолян. Для этого они регулярно проводят встречи. На одной из них побывала и наша съемочная группа. Коррупция, как социальное явление, уходит своими корнями вглубь веков. Так же, как и борьба с этой болезнью общества. 16 ноября прошло мероприятие «Вместе против коррупции», которое подготовили сотрудники Центральной библиотеки. На встрече присутствовали глава города Андрей Шубин, начальник отдела по профилактике коррупции аппарата областной администрации Денис Жезлов, председатель горсовета Владимир Блохин, представители молодежного совета, правоохранительных органов, общественных организаций, ученики выпускных классов и их преподаватели. Сотрудники библиотеки подготовили видеолектории на примерах коррупции, взяточничества, ченопочитания и казнократства в экранизациях классики отечественного кино. Также они организовали выставку, которая включала в себя литературу на эту тему, собранную в несколько разделов. Лектор отметил, что по данным опросов среди россиян, три четверти отмечают высокий или очень высокий уровень распространения коррупции в обществе, 19 отмечают средний, 1% находит его низким. И никто не сказал, что коррупции нет. Специалист по профилактике коррупции в нашей области ответил. По уровню коррупции Смоленская область, по данным правоохранительных органов, сейчас за 16-й год, сейчас пока нет, за 16-й год находится на первом месте по числу снижения коррупционных правонарушений в Центральном и Федеральном округе. Глава города Андрей Шубец сказал, что в Десногорске тоже ведется работа по профилактике коррупции. На территории города Десногорск у нас действует наша муниципальная комиссия по антикоррупционным делам. Мы, соответственно, тесно работаем с правоохранительными органами, это с органами внутренних дел, прокуратурой, следственным комитетом, налоговыми органами, потому что профилактика всех вот этих коррупционных проявлений, так сказать, зародыша, да, оно дает определенный эффект. И, допустим, если мы наберем наш муниципалитет, он тоже в 17-м году, начиная с апреля месяца, провели очень большую пробивную работу не только в администрации, а непосредственно в наших подчиненных учреждениях и предприятиях. Я, конечно, сейчас не буду рассказать, что мы там сделали, да, но, тем не менее, определенный эффект от этой вероятительности, он есть. Школьники активно вступили в диалог и проявили большой интерес к этой теме. Сейчас они, естественно, много знают. Знают про громкие коррупционные скандалы, которые происходят в стране. Естественно, они что-то понимают, они слышат, как об этом разговаривают родители. И поэтому, да, я считаю, что они сейчас намного более подкованы, чем, допустим, десятилетия назад их же ровесники. Хочется верить все-таки, что люди, которые послушав это, поймут, да, что, прежде всего, к самим себе надо обратиться и понимать, что коррупция зло в любом проявлении. Неважно, даешь, если там 500 рублей, да, милиционеру постовому или 5 тысяч долларов, да, для какой-нибудь там бизнес-контракта, для того, чтобы подтвердили какую-нибудь бизнес-сделку, да. Вот я надеюсь, что это будет хорошим уроком. Знание по здравлению социального и морального климата в нашем обществе нужно прививать будущим гражданам со школьной скамьи. В Смоленской области с 1 января изменится транспортный налог. Проект документа об изменениях приняли депутаты на 45-м заседании Смоленской областной думы. Налог относится к региональному величину, порядок, сроки уплаты, формы отчетности и налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов федерации. С 1 января изменится ставка для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил – 70 рублей за одну лошадь, свыше 250 лошадиных сил – до 150 рублей. Остальные категории не претерпят изменений. Предполагается, что принятый документ позволит привлечь в Дорожный фонд региона более 40 миллионов рублей. Межрайонная налоговая инспекция по Смоленской области информирует, что компания по уплате имущественных налогов выходит на финишную прямую. Сотрудники управления налоговой инспекцией напоминают, что до окончания компании по уплате имущественных налогов остается меньше месяца. Оплатить начисленные суммы по закону необходимо до 1 декабря 2017 года. Однако лучше всего сделать это в ближайшее время, чтобы не пропустить установленный срок. Оплатить налоги можно в режиме онлайн на сайте Федеральной налоговой службы России, а также с использованием штрих-кода и индекса документа через терминал или банкомат. Весь мир ребенка начинается с мамы. День матери в России начали отмечать с 1998 года, то есть совсем недавно. Его принято отмечать в последнее воскресенье ноября. В 2017 году это 26 ноября. Мама – самая близкая, дорогая и родная для любого человека. Для малыша ближе мамы никого нет. Именно поэтому праздник День матери является главным праздником в детском саду. К нему заранее готовятся педагоги и дети, чтобы каждая мама запомнила этот чудесный праздник. На одном таком мероприятии побывала и наша съемочная группа. А побывали мы на праздничном утреннике в детском саду «Чебурашка». Воспитанники подготовительной группы «Забава» приготовили для своих мам настоящий концерт, а помогали им верные наставники-педагоги. В нашем детском саду и в нашей группе «Забава» прошло замечательное мероприятие, которое посвящено Дню Матери. Цель нашего праздника – любить и уважать своих матерей. Ребята читали трогательные стихи, пели песни и исполняли красивые танцы. Вместе со своими мамочками поучаствовали в интересных шуточных конкурсах и эстафетах. Праздник удался на славу. Я свою маму очень люблю и хотела донести только одни радости своими песнями и танцами. Я хотела маме подарить радость и уважительность. Самое главное, что подготовленный подарок понравился виновницам всего торжества. Мероприятие очень понравилось. Хотелось бы сказать большое спасибо Валентине Стефановне, нашему музыкальному руководителю, за то, что она это организовала. Также хотелось бы сказать спасибо Вере Михайловне, Ирине Николаевне, что они совместно подготовили такой замечательный праздник для нас, для мам. Все было очень хорошо. А так бы хотелось, наверное, поздравить всех мам с этим замечательным праздником. Пожелать всем здоровья, любви и всего самого хорошего. Завершился праздник вручением подарков мамам, сделанными собственными руками детей. В завершении выпуска новости Росатома специалисты разработали новый проект, который назвали «Прорыв». Что это за проект, вы узнаете, посмотрев наш следующий сюжет. Этот деревянный контейнер весом около 500 килограммов требует более бережного обращения, чем хрустальный сервис. Внутри единственное в своем роде оборудование для производства нового ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Данное оборудование является уникальным. Оно позволяет прессовать таблетки и шашки с необходимыми геометрическими характеристиками, с высокой точностью и высокой предварительностью. Ценный груз предназначен для опытно-демонстрационного энергокомплекса, который возводится в Северске в рамках проекта «Прорыв». Это одна из самых масштабных и амбициозных программ Росатома. Ее основные цели – это разработка реакторов четвертого поколения на быстрых нейтронах, которые, во-первых, решат вопросы безопасности, так как будут заглушать себя сами при отклонении любых параметров, а во-вторых, полностью ликвидируют проблему нераспространения ядерного оружия. Ядерная энергетика на реакторах на быстрые нейтроны не требует обогащенного урана. Это все достаточно хорошо контролируется. Посылайте инспекторов МАГАТЭ первый раз для того, чтобы убедиться, что технология не ориентирована на оружейные задачи, а после этого контролируйте эти здания и сооружения из космоса для того, чтобы увидеть, что там нет никакой перестройки. Самой же главной задачей прорыва является создание практически безотходной ядерной энергетики. Это возможно при реализации теории замкнутого топливного цикла, в соответствии с которой мы сначала производим ядерное топливо, затем получаем из него энергию, а после переработки снова загружаем в реактор. И так по кругу бесконечное число раз, пока потенциал сырья не будет исчерпан полностью. К слову, сегодня ядерное топливо используется только на 5%. Авторы проекта уверены, что новейшие технические и организационные решения, в частности, объединение на одной площадке производств по изготовлению и переработке топлива с непосредственно энергоблоком, вырабатывающим энергию, позволит значительно снизить цену конечного продукта – электроэнергии. Ну а главное, проект «Прорыв» открывает практически бесконечные энергетические возможности для человечества и обеспечивает лидерство российским атомным технологиям минимум на ближайшие полвека. И еще 24 ноября в Центре информации «Смоленская СНИИ-3» в рамках проекта «Территория культуры Росатома» состоится гала-концерт «Энергия творчества». Организаторами концерта выступает благотворительный фонд поддержки музыкального искусства Елены Образцовой. В концерте примут участие звезды мировой оперы. Прозвучит музыка Моцарта, Рассини, Шуберта, Гуна, Верди и многих других известных музыкантов. Начало 18.00. Вход свободный. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна» и «ФИС-ТВ.РУ». Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова